В воскресенье 24 апреля в городе Видное проходили выборы депутата Совета депутатов городского поселения Видное по одномандатному избирательному округу номер 8. Дополнительные выборы назначены в связи с тем, что депутат данного избирательного округа Роман Харланов в прошлом году сложил свои полномочия. На освободившееся место претендовали сразу пять кандидатов. В алфавитном порядке в избирательном бюллетене они расположились следующим образом. Александр Баюклин, Алексей Журавлев, Леонора Кошелева, Татьяна Мухин и Алексей Небольсин. Выборы проходили на двух избирательных участках. Первый расположился в общеобразовательной школе номер 9. Здесь могли проголосовать жители, зарегистрированные на улицах Ольховая и Березовая. Примерно часам 10 основная масса была, потом часам 12, часам 2, сейчас следующий поток идет. На данном участке 1987 голосующих, 8 проголосовал досрочно. К 16.00 свои голоса отдали еще 180 человек. И буквально за 15 минут нахождения нашей камеры на участках к избирательным урнам пришли еще не менее 10 человек. Многие из них со своим выбором определились заранее. Я надеюсь, что наш депутат, за которого я проголосовала, можно назвать, закон не стоит, да, что он выполнит все наши запросы. Он у нас вчера был, мы ему поставили несколько вопросов, нас вполне устроила его ответы. Тему прошедших выборов продолжим с председателем территориальной избирательной комиссии Ленинского района Николаем Бондаренко. Николай Васильевич, здравствуйте. Добрый день. Расскажите нам, как прошли выборы, с каким результатом, были ли какие-то они штатные ситуации? Да, в сегодняшней, после полуночи закончился практически двухмесячный избирательный марафон, который завершился состоявшимися выборами. У нас баллотировалось 5 кандидатов на пост депутата, совета депутатов городского поселения Видное. Это кандидат Баюклин, Мухина, Журавлев, Небальсин и Кошелева. В результате очень напряженной предвыборной борьбы и достаточно сложного дня голосования, сложного дня голосования, это было связано в связи с тем, что очень большое пристальное внимание общественных организаций было к проведению выборов. В данных выборах победил кандидат Баюклин Александр Васильевич, который баллотировался от избирательного объединения Родина. Он набрал 145 голосов, на втором месте кандидат Мухина от партии «Единая Россия», она уступила ему всего 4 голоса. Ну и дальше там уже ниже кандидаты получили более и меньшее количество голосов. Были ли какие-то жалобы от жителей? Вы знаете, нет, от жителей жалоб не было, но с самого первого дня после того, как выборы были объявлены, кандидаты активно включились в эту гонку. И, к сожалению, я вынужден констатировать о том, что те демократические права, которые дарованы нашим избирательным законодательством, не всеми кандидатами были добросовестно использованы. Большое количество жалоб поступило, только в избирательную комиссию Московской области поступило 26 жалоб. Поступили жалобы в центральную избирательную комиссию, 4 жалобы. И было подано 5 судебных исков с различными формулировками. Но почему я говорю о недостаточно добросовестном использовании своих демократических прав? Потому что кандидаты всячески пытались привлечь внимание к этим выборам, пытаясь оспаривать, например, указанное место рождения одного из кандидатов, потому что он указал не Российская Федерация, а сокращенно РФ. То есть вот даже такие случаи были, которые разбирались у нас в судебных инстанциях. Активность, как мы уже сказали, выше была низкая. Как вы думаете, почему? Ну, традиционно в это время года, причем при такой хорошей погоде, плюс это большой православный праздник, верное воскресенье, поэтому не все жители, к сожалению, смогли добраться до избирательных участков. Это с одной стороны. С другой стороны, мне кажется, что не все жители, поскольку выборы все-таки маленькие, это до выбора одного депутата, всего 5 домов участвовало в данных выборах, плюс 3 дома из этих 5, это новый 6 микрорайон, где жители менее активны, традиционно менее активны. Ну, наверное, какая-то недооценка поста депутата городского поселения видна, в глазах жителей все-таки присутствует. Спасибо большое. Я напоминаю, что в нашей студии был председатель избирательной комиссии Ленинского района Николай Бондаренко. Мы говорили о прошедших выборах в Совет депутатов городского поселения Видное.